Губернатор Владислав Кузнецов встретился с экспертами Федерального центра компетенции в сфере производительности труда, которые проводили анализ работы служб аэровокзального комплекса на Чукотке. Они дали ряд рекомендаций по оптимизации технологических процессов и обслуживанию пассажиров. Время выдачи багажа пассажирам главного аэропорта Чукотки должно существенно сократиться. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда прибыли в главную воздушную гавань округа и провели подробный анализ технологических процессов. Они оценили квалификацию персонала в соответствии с поставленным задачам имеющегося оборудования и временные рамки, оказываемых пассажирам услуг. Безусловно, с аэропортом вообще нужно достаточно много работать, нужно сделать его более комфортным для людей, потому что это точка, с которой мы как округ начинаемся. И это должна быть визитная карточка. Так что будем продолжать работу в этом направлении. От момента постановки большого воздушного судна на перрон до выдачи последнего чемодана в аэропорту в среднем проходит порядка двух часов. Именно этот процесс решено первым оптимизировать в рамках федерального проекта. Специалисты проработали весь алгоритм получения багажа, нашли проблемные точки и составили карту производственных процессов. Мы посмотрели с рабочей группой общую ситуацию и выявили те или иные потери, которые есть в работе всего аэропорта. Это не говорит о том, что аэропорт работает плохо, это говорит о том, что есть маленький потенциальчик. В одном месте, во втором, в третьем, в четвертом, который вкупе, дает возможность улучшить на каждом рабочем месте те или иные составляющие. Тем временем, конвейерная лента забита на 70% и невозможно выставить новый багаж, потому что обязаны быть промежутки с точки зрения датчика. Выяснилось, что выдача багажа задерживается из-за двух причин. Груз в адрес торговых предприятий, которые не сразу забирают предприниматели, и режимы подачи багажа на транспортировочную ленту. Если человек не берет багаж, то лента постоянно будет останавливаться, потому что с грузовой лентой некуда багаж выкладывать. Соответственно, сделали другую раскладку, оставили свободные места между багажом, что позволило меньше тормозить подающую ленту. Ждать этого сократили на 20 минут. Кроме этого, авиапассажиры аэропорта имени Юрия Ретхэу уже сетвали на проблему ограничений подъезда к главному входу аэровокзала. Истагады, ведущие от стоянки, закрытые людям с грузом, приходится добираться по пандусу и лестницам. Глава региона обратил внимание на этот вопрос. Владимир Сыропкин, Роман Малыхин, Александр Кузьминов при поддержке пресс-службы окружного правительства «Вести Чукотка».